Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Адалина Абдрахманова. В минувшую субботу в IT-лицее Казанского Федерального Университета и Школе Университетской Елабужского Института КФУ состоялись выпускные вечера. В Школе Университетской вручили 66 аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Стоит отметить, что из 20 выпускников 9 окончили школу с красным аттестатом, с медалями за особые успехи в учении. Вчерашних школьников наградили благодарственными письмами за хорошую и отличную учебу, активное участие в жизни класса, школы и города. Не остались незамеченными и их родители. Их поблагодарили за воспитание детей и вклад в развитие школы. IT-лицей КФУ в этом году выпустил 65 учащихся, среди них 15 золотых и 17 серебряных медалистов. Отметим, что лицеисты показали высокий уровень знаний на ЕГЭ по русскому, языку, математике, химии, информатике и английскому языку. 12 выпускников IT-лицея призеры и победители заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В Казанском Федеральном университете состоялось закрытие не менее торжественное, чем открытие Международной конференции алгебры и математическая логика, теории и приложения. В этом году доклады были поделены на шесть текций. Теория вычислимости, теория групп, теория колец и модулей, теория моделей и универсальная алгебра, алгебраическая комбинаторика и математическая и прикладная логика. В рамках этих направлений участники выступили с тезисами, в которых делились своим опытом, а также результатом исследований. Коллеги обменялись ценным опытом и наметили пути для дальнейшего сотрудничества. Сложность текстов школьных учебников в сравнении с произведениями художественной литературы исследовали сотрудники научно-исследовательской лаборатории, текстовая аналитика Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Научная работа проводилась в рамках проекта «Жанровые дискуссивные характеристики текста как функция лексического диапазона», поддержанного грантом Российского научного фонда. Результаты контрастивного анализа лингвистических параметров учебных и художественных текстов представлены в статье «Лингвистическое профилирование текста. Приключенческая повесть против учебника», опубликованный в журнале «Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики». Ученые Казанского федерального университета прочитают научно-популярные лекции казанцам. В рамках десятилетия науки и технологий, года семьи и 220-летия Казанского университета мы запускаем летний проект «Ученый совет». В течение двух дней представители Ассоциации молодых ученых КФУ будут рассказывать казанцам, что такое наука, чем занимаются ученые и как научные открытия можно применить в повседневной жизни или какие исследования улучшат качество жизни современного человека. 3 июля в 17.00 в парке жилого комплекса «Салават Купере» и 4 июля в 17.00 в парке «Дома культуры» имени Саид Галеева в поселке Дербышки. Проект реализуется Департаментом по информационной политике КФУ при поддержке дирекции парков и сквера в Казани. Со старта приемной кампании прошло 12 дней. На 1 июля число поданных заявлений в Казанский федеральный университет составляет 29 785. Лидерами по поданным документам на бюджетную форму обучения стали Институт международных отношений истории и востоковедения, Институт вычислительной математики и информационных технологий и Институт управления экономикой и финансом. По внебюджетной форме обучения лидирует Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений и истории и востоковедения и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Напомним, что подать свои заявления вы можете на онлайн-платформе «Буду студентом», на сайте госуслуги, а также придя лично во второе высотное здание Казанского федерального университета по адресу Кремлевская, 35. Приходи, мы тебя ждем. На календаре 1 июля это значит, что пора отпусков и отдыха в самом разгаре. Часто в попытке взять от этого лета все, люди забывают о базовых правилах безопасности. Особенно на воде и в ее окрестностях. В МЧС заявили о резком росте числа утонувших детей в республике Татарстан. Осмотрела разрешенные для купания водоемы, поговорила с отдыхающими и спасателями наша съемочная группа. О том, что ежегодно летом погибает несколько тысяч россиян именно в воде, вы слышали не раз. Но каждый наверняка про себя думал. Это точно не про меня, я всегда контролирую ситуацию. Однако бесконечные поиски спасательных групп говорят об обратном. Ни один купальный сезон не обходится без трагедий. Гибнуты взрослые и дети. При этом большинство несчастных случаев происходит в несанкционированных местах отдыха. МЧС России по республике Татарстан накануне сезона опубликовал список пляжей, официально открытых для отдыха у воды. Всего до 1 июля на территории республики должен был быть открыт 61 официальный пляж. На данный момент принять отдыхающих готовы половина из них. Мы расспросили казанцев, осведомлены ли они о технике безопасности на воде. Мы ознакомлены с правилами безопасности на водоемах. У нас на нашем озере работают спасатели. Они нам рассказывают, показывают, как спасать, как плавать. У нас установлены гуйки для детей и для взрослых. Мы очень любим это Комсомольское озеро. Когда хорошая погода, когда внучка ко мне приезжает, мы все время сюда приезжаем. Все дела бросаем, мы очень любим это озеро. Здесь всегда чисто, следят за чистотой. Но правила поведения мы заранее учим. Все время я за ней наблюдаю, когда она плавает, когда она купается. Ну и за другими детьми смотрю, как можно. Сегодня мы в первый раз. И я так приятно удивлена. Хотя, что удивляться, у нас в Казани столько нож и столько всего. Все для нас, для населения. Мне очень понравилось. Во-первых, очень удобные лежаки. Даже когда у нас ребенок уснул, мы положили ее. И довольно-таки просторные. И солнышко не попадает. Безопасно. Посмотрите, все ограждено. Для детей специальная зона, для взрослых. Каждый раз выходят спасатели и говорят, не заплывайте за буйки, не плавайте. В общем, все нравится. Песок очень чистый. Каждая мама вообще должна, конечно, за своим ребенком следить. Но спасибо, здесь есть спасатели, которые всегда в рацию говорят, чтобы дети не заплывали и взрослые тоже. Потому что это тоже очень опасно. И будем, конечно, спрашивать инструкторов, что можно, а что нельзя. Мы соблюдаем все технику безопасности. Купаемся в оборудованных спасательных местах. Соблюдаем все. В нетрезвом виде никто не купается. Все замечательно. Правда или нет, но почти 100% опрошенных были внимательными и осторожными у воды. Однако практика показывает, что людей с обратным поведением тоже много. Специалисты выделяют несколько основных причин, которые влекут за собой трагичный исход событий. К ним относят грубое нарушение правил безопасного поведения на воде, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии. В первую очередь нужно купаться в спасательно оборудованном месте, то есть именно на пляже, там, где повешены буйки. Есть лягушатник для детей обязательно. В нетрезвом виде заплывать за буйки – это самое главное правило, я думаю, на этом пляже. Еще правило есть на пляже, то есть не играть с мячиком на воде, так как считается опасной очень игрой. То есть если два ребенка играют, один чуть-чуть в сторону, либо подул ветер, мячик снесло далее за буйки, то ребенок, конечно же, захочет его достать, и происходит, к сожалению, очень печальная ситуация, возможно. Наш пляж оборудован, но, к сожалению, люди чуть-чуть переступают через правила, возможно, отдыхают, хотят чуть-чуть уединиться, так как на пляже много народу, и, к сожалению, нарушают правила, и вокруг озера со всех сторон начинают купаться. Но так как у нас есть два поста, нам дали вторую лодку, увеличили штат, мы следим за всем озером. Купание может закончиться трагедией, которую можно предотвратить, если суметь распознать помощь его человека и после оказать первую медицинскую помощь. Большинство из нас привыкло считать, что утопающий размахивает руками, громко кричит и вообще всячески привлекает к себе внимание. Но обычно это совсем не так. Утопление происходит очень быстро и тихо, прямо на глазах у ничего не подозревающих людей. Проверяем пульс, нету его. Если человек наглотался воды, нужно его расположить так, опрокинуть через колено, освободить пути дыхания, соответственно, и надавить немного на спину, чтобы вода вся вышла. Мы можем сделать это, после чего можем пострадавшего, подкладываем что-нибудь под голову, чтобы освободить пути дыхания. Но перед этим нужно очистить всю полость рта от посторонних предметов, чтобы они не мешали. Соответственно, можно подложить ногу также. Потом находим солнечное сплетение, откладываем два пальца наверх, накладываем руки и делаем 30 раз прожимания грудины на 30%. Делаем 30 раз с интервалом полторы секунды. Потом два вдоха делаем. Потом опять 30 раз, два вдоха. Повторяем эти все движения до того момента, пока не приедет скорая помощь. Нарушители создают большие проблемы спасателям и в первую очередь самим себе. Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от его умелых действий будет зависеть его жизнь и жизнь рядом находящегося человека. Поэтому полезно вспомнить основные правила безопасности поведения на водоемах и способы помощи утопающим, твердо осознавая при этом, что на воде несравненно легче предупредить несчастье, чем ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Карина Саяхова, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универ Новости. Мы продолжаем нашу рубрику, в которой знакомим вас с институтами Казанского федерального университета. Сегодня речь пойдет об Институте филологии и межкультурной коммуникации. Подробнее о том, какие новые направления подготовлены для абитуриентов, сколько бюджетных мест выделено и чем занимаются студенты в свободное время, вы узнаете прямо сейчас. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета часто путают с главным зданием вуза из-за его расположения, а также характерных для главного здания колонн. Институт ежегодно выпускает более тысячи высококвалифицированных специалистов различных направлений. В этом году Институту филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета выделили 498 бюджетных мест, из которых 292 для бакалавров, а 206 для магистров. Здесь обучают педагогов, филологов, специалистов медиасферы. 2024 год представлен большим количеством образовательных направлений, таких как зарубежная филология, иностранные языки, международная коммуникация. Большое внимание уделяется изучению иностранных языков. Образовательная программа подразумевает обучение по одному или нескольким языкам. Например, в этом году впервые будет реализовано освоение китайского языка. Важно, что Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета является единственным институтом, который готовит специалистов по татарскому языку. Программы в области татарского языка и литературы в настоящее время реализовываются не в таких больших объемах, как это было в 80-е и 90-е годы. И мы являемся одним из ведущих центров, где как раз ведется подготовка кадров на самом высоком уровне, где работают профессионалы высочайшего класса и где создана вся необходимая инфраструктура. Мы, конечно же, руководство университета и администрация университета здорово нам помогает, смогли создать хорошую инфраструктуру, базу и создали буквально последние несколько месяцев комплект учебно-методических пособий по татарскому языку, по литературе. И в настоящее время к нам с удовольствием выступают ребята и учатся на данных программах. Кроме того, одними из самых редких направлений профессиональной подготовки в Институте филологии и межкультурной коммуникации являются специальности, которые предоставляют возможность обучаться такой профессии, как синхронный сурдопереводчик на русском и английском языках. Также при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Мениханова в Институте реализуется подготовка кадров для би- и полилингвальных направлений. В рамках этого осуществляется формирование нового поколения педагогов. Как отмечает Радив Замалединов, эта подготовка позволит обучить педагогов не только гуманитарных, но и технических наук, что будет проходить в рамках сотрудничества с техническими институтами ВУЗа. Для комфортного обучения студентов на данных направлениях были созданы аудитории, оснащенные современным оборудованием. В информационных наших материалах и на сайте университета вот эти программы, это и программы лилинговального и педагогического образования, и программы рекламы и связи с общественностью, они чистятся как программы для внебюджетного поступления. Но с учетом того, что Республика выделяет гранты для обучающихся на этих программах, там тоже, получается, имеются бюджетные места. В институте ведется активная работа как в образовательной деятельности, так и в неклассной. Здесь проводится большое количество конференций, которые направлены на погружение студентов в профессиональную деятельность. Помимо этого студенты развивают свои творческие стороны. В институте работают две театральные студии на русском и татарском языках, также существуют вокальные и танцевальные ансамбли. Студенты, которые обучаются на медиаспециальностях, имеют уникальную возможность начать свою практическую деятельность в студии «Дулкан». У нас еще есть и научные кружки. Ребята там тоже по интересам занимаются. Кружков тоже более десяти, в том числе и научно-популярного образовательного направления, культурно-образовательного направления у нас тоже имеются кружки. Отметим, что Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета ведет плодотворное сотрудничество с информационным агентством «Татаринформ», а также с редакцией «Мишаян» телеканала ТНВ. Такие партнерские связи помогают студентам получить знания от профессионалов, а также пройти практику с дальнейшим трудоустройством. Адлина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универновости. На этом все. В студии была Адлина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»